В этом году 16 марта и день победы, 9 мая уже позади. Казалось бы, до следующего года все будет тихо и спокойно. Но, кажется, наш президент Андрис Берзинч всерьез решил помирить представителей двух враждующих флангов. И завтра глава государства проведет встречу с разными организациями ветеранов, которые в свое время воевали в составе двух разных армий. Историческая встреча и примирение пройдет в Музее военной истории. А Андрис Берзинч все еще хочет добиться, чтобы жители Латвии День Победы над нацизмом праздновали в один день, 8 мая, как это делает вся Европа. 8 мая должен служить не только памяти, но и будущим целям для сплочения солидарного общества. Ведь в противном случае, больше чем полвека спустя после величайшей трагедии человечества, мы так и не примем урок Второй мировой войны. По мнению Берзинча, не надо идти на поводу радикально настроенных группировок, которые стараются разобщить наших людей. Вопрос, насколько аргументы Берзинча окажутся вескими для жителей Латвии. Возможно, президенту действительно удастся всех убедить. И те 150 тысяч человек, которые 9 мая пришли к памятнику воинам-освободителям, в следующем году будут собираться на Братском кладбище 8 мая. А 9 числа вместе с чиновниками поднимать сини-желтые флажки в честь Дня Европы. Возможно, один из депутатов Сейма, Игорь Мельников, от Центра Согласия уклоняется от уплаты налогов. Появилась информация, что в прошлом году личные накопления политику увеличились на 34 с лишним тысячи латов. Это в два раза больше, чем его официально.